В Челябинской области строительство дороги районного значения привлекло внимание прокуратура. Двухкилометровый участок был проложен с нарушением всех норм. Асфальт в прямом смысле слова закатали в снег. Местные власти, которым проект обошелся в миллионы бюджетных рублей, заявляют, что это передовая канадская технология. Местные жители уверены, весной дорогу придется делать заново. Алексей Иванов продолжит. Эти кадры сняли жители села Кунашах Челябинской области. На их глазах рабочие в мороз укладывали асфальт прямо на мерзлую землю. Затем лопатами с трудом успевали соскабливать излишки щебня. Смесь мгновенно застывала. Лежит реально снег, даже ничем не прогревается. На улице около 15 градусов мороза. Вот тот самый участок дороги. Начинается от федеральной трассы и упирается в село. Почти два километра асфальтового полотна, едва различимого под снегом. Судя по документам, дорожникам удалось сделать невероятное. Возвести этот отрезок меньше, чем за месяц. И все это в экстремальных условиях суровой уральской зимы. Проверку на прочность новая дорога уже не проходит. По краям асфальт местами превратился в крошку. Жители говорят, укладкой полотна бригада занялась, когда дорожный сезон закончился, а по календарю наступила зима, 1 декабря. А спустя всего 20 дней чиновники приняли все работы и полностью их оплатили. Подрядчику перечислили 12 миллионов рублей. А техника тем временем все еще продолжала закатывать дорогу. Асфальт весь дымится. И от того, что соприкасается со снегом, получается пар. Он, получается, видимо, замерзает в этом пару и разрывается. Мы делали замечание дорожникам. Почему вы допускаете? Они ссылались все на начальство, нам приказали. Но втихаря в стороне они говорят, что это дурдом. Реальный дурдом, что зимой асфальт вообще мы первый раз укладываем. Пока асфальт выглядит как уплотненный. Значит, конечно, он замерз сейчас, но таких вот больших отверстий, раковин на нем нет. Чиновников дорога полностью устраивает. Называют ее экспериментальной. Именно на ней якобы опробовали некую чудо-присадку к асфальту. Подтверждает, будто с такой добавкой дороги можно строить даже зимой. Как, например, в Канаде. Технология пришла с Америки, с Северной Америки, со Скандинавии. В лаборатории мы посмотрели, что действительно живучесть в миссии возрастает. И мы предложили подрядчику, он попробовал, у него получилось. Активисты Общероссийского народного фронта считают, строительство велось с явными нарушениями. Бюджетные деньги буквально закатывали в асфальт и снег. Были совершенно разные оправдания по поводу канадских технологий, по поводу того, что дорога гарантийная, и мы потом сможем недостатки исправить. Но гарантийные обязательства касаются исправления каких-то недоделок. В данной ситуации есть основания полагать, что дорогу придется делать заново. Все замечания уже направлены в прокуратуру. Проводится проверка по факту строительства в Кунашакском районе автомобильной дороги. В ходе проверки будет дана оценка законности аукционной документации. Изучены все документы, связанные со строительством, в том числе экспертные заключения. Одно из экспертных заключений от производителя присадки из Санкт-Петербурга получено. Добавка в битум не предназначена для работы зимой. Она лишь увеличивает время живучести смеси. Позволяет работать с асфальтом, когда он после отправки с завода остыл градусов до 80, а не до 140, как обычно. Очевидно, что присадка бесполезна, если под ногами мерзлая земля. Свои выводы прокуратура обещает озвучить в ближайшее время. Алексей Иванов, Александр Шишаков, Евгений Ягушин. Уральское бюро Первого канала. Челябинская область.